И в первую очередь я хотел бы сегодня напомнить, что сегодня день рождения Казанского федерального университета, что вдвойне приятно и делает наш праздник вдвойне многократно более значимым. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета прошел ряд встреч, приуроченных к 218-летию Казанского университета, 10-летию телеканала Универ-ТВ, 45-летию университетского телеканала и профессиональному празднику День телевидения. На мероприятии присутствовали старожилы журналистики, а также будущие журналисты. В начале мероприятия с торжественным словом выступил Ленар Сафин, ректор Казанского университета. Мне очень хочется, во-первых, поздравить всех наших педагогов, весь профессорский преподавательский состав, кто обучает на факультете журналистики наших будущих телевизионщиков, поздравить наших коллег, потому что благодаря им, наверное, и их заслугам держится вся вот эта история. Ну и, конечно, наш круглосуточный канал, который действительно вещает, будем говорить, на регионы и уникальная площадка для того, чтобы рассказать о том, как живет Казанский федеральный университет. Конечно, поговорили о важности научно-просветительского контента, производимого университетским телеканалом, а также затронули тему формирования культурного образа молодежи. Искренне благодарна за то, что вы меня пригласили в моем лице, вы лишний раз подтвердили, что мы с вами давние партнеры. Я надеюсь, что у нас будет очень большое количество проектов. Фарид Шаги Ахметов, бывший руководитель ТАТ-Медиа, а ныне технический директор акционерного общества ТАТ-Спиртпром и Эдуард Хайрулин, заместитель руководителя медиахолдинга ТАТ-Медиа, также были приглашены на сцену для торжественной речи, как люди, стоявшие у истоков зарождения телевизионного мира. Гости поделились со студентами своей историей и дали студентам важные советы. То, что университет всегда вкладывал в оборудование, в технологии, это было на самом деле здорово, правильно, и вы продолжаете обновляться. Но самое главное, это всегда остаются люди, те, которые работают на том оборудовании, который есть. Поэтому для обучения студентов, безусловно, важно и нужно, чтобы помимо технологий современных, нужно обучаться методике подать информацию. Я желаю, чтобы нынешний универ, большой универ, универ ТВ, в них всегда находилась такая комнатка, где биение жизни бы не кончалось и распространялось по всему городу, республике и Российской Федерации. Спасибо. Спасибо. Также выступил Владимир Кощенчук и рассказал студентам о совместных проектах. Благодарю вас за предоставленное слово. Я очень рад находиться в стенах университета, на вашей кафедре. Мы действительно давно сотрудничаем, любим друг друга, обменяемся контентом, принимаем ваших студентов на практикоориентированные занятия. На мероприятии присутствовали Вячеслав Мухачев, Владимир Матвеев и Татьяна Завалишина – люди, стоявшие у истоков работы университетского телевидения. Вот с Дядей Славой, с Вячеславом Викторовичем, мы снимали сюжеты, передачи о Цветаевой, тогда столетии как раз ее было, о Шаляпине, которая отсюда родом. Вот ходили он с камерой, я с текстами, мы снимали, тут показания ходили, бродили, снимали. Андрей Кузьмин и Айгуль Мирзоянова – сотрудники телекомпании «Эфир» в 90-х – начало 2000-х годов с теплотой вспоминали то место, где, по сути, и зародился «Эфир». Моя жизнь в телевидении началась с этой пресловутой комнатки рядом с туалетом. Айгуль, наверное, твоя тоже. Мы вместе. Айгуль чуть раньше, я, наверное, на полгода, месяцев на восемь попозже пришел. Насмотревшись в телевизоре, вот таком ребящем как-то это с антеннами у себя на Айгуль, думаю, блин, там так классно ребята работают, и вот моя жизнь действительно началась именно так. Просто я хочу сказать, что всем было все равно, где находится Универ ТВ, где находится, в принципе, тот источник, который тебя так вдохновляет. Я не знаю, насколько сейчас согласны студенты, находясь вот в таких условиях, да, на коленке, делать телевидение, всем сейчас нужны какие-то уже, ну, более-менее приличные зарплаты, хорошие условия, да, а тогда нас это вообще не останавливало. Может быть, потому что это было, ну, как-то тогда ощущалось, как что-то, что меняет мир. Это была фантастика вообще. Фердус Гималдинов и Абдулхак Бутюшов, продолжатели вещания из республиканских телеканалов, тоже поздравили Казанский университет с днем рождения, а также поделились со студентами своим опытом. Владимир Владимирович, который сегодня возглавляет университет ТВ, мы вместе начинали в Челнах тоже строительство телевидения. Мы много лет вместе проработали. Или Хазиев есть, сейчас тоже здесь университет работает. Мы тоже вместе на Челны ТВ в городе Набережные Челны работали. Эта встреча, она, наверное, очень важна в то время, когда все и все ставится под сомнение, в том числе и профессиональные журналистские образования ставятся под сомнение. Очень много споров, нужно это или не нужно. Мы всегда говорим, что это нужно. Мы всегда говорим, что журналистика – это серьезная профессия. Мы говорим, что журналистика – это наука. Также на мероприятии выступил профессорско-преподавательский состав Казанского университета. Это Резида Даутова и Виктор Егоров, которые рассказали о пути телеканала. Когда встал вопрос организации кафедры телевидения, понимание того, что мы можем выйти совершенно на другом уровне к нашим студентам, это, наверное, являлось основным. Открытие кафедры – это как раз новый виток спирали. И очень классный виток, когда возникло такое творческое единение преподавателей и студентов. В финальной части встречи выступил Салават Мухамадуллин и Ильдар Каримов с поздравительными словами. Завершением мероприятия стало представление команды «Универтовая». Адалина Абдрахманова, «Универньюз». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова